АЛЛО Алло Алло, тут вас Алло, да, здравствуйте Я вас слушаю Пригласите Владимировича к телефону, пожалуйста Я тут, здравствуйте Не надо никого никуда приглашать Вы тут? Я тут А вы кто? К кому я уважаю? Никита Владимирович, меня зовут Фамилия моя Бусыгин Звоню с коллекторского агентства Сентинелл Город Москва, главный эксперт Соответственно, информирую о записи переговоров А это что касается Неоплаченными кредитами в Альфа-банке На 10 марта 2017 года В Альфа-банке, да? В Альфа-банке? Конечно А Сентинелл каким богом Присоседился? А, потому что Сентинелл Это официальный представитель Альфа-банка А где написано? Ну, это обычный А в договоре В каком? Написано между нами и банком Здесь все Ничего не написано про Сентинелл абсолютно Посмотрите внимательно Сделайте запрос В Альфа-банке в главный офис Спросите, а кто такие Сентинелл? Не, не, не Юноша 230 федеральный закон Чётко конкретно регламентирует статья номер 9 Пожалуйста Не надо меня перебивать Такать не нужно Я вас слушал внимательно Конструктивный диалог у нас с вами будет Или нет? Или в параллель будете разговаривать? Я просто сразу хочу вам ответить на этот вопрос Чтобы вы много об этом не говорили Вы прочитайте, пожалуйста, внимательно Все договора Если вы про пункт 9 Где-то уведомление человека Насколько я, ну, назовем это так своими словами Зачем своими словами? Право Это идеальный закон Статья 9 Не пункт, а статья Не надо вообще ковекать закон Это закон, а не хухы-мухы И в законе написано Одну секундочку, молодой человек Чтобы не быть голословным, вам прочитирую Статья 9 Уведомление должника о привлечении иного лица Для осуществления взаимодействия с должником Первая Часть первая называется Кредитор в течение 30 рабочих дней Даты привлечения иного лица Для осуществления Терпения Терпения Такое ощущение, что вы на унитазе Осуществление с должником взаимодействия Направленного на возврат Просроченной задолженности Обязан Уведомить об этом Обязан Обязан Об этом должника Путем направления Соответствующего Обязан Я успешен Закон не все Закон еще продолжается Стоп Стоп Вы сейчас скажете мне, что в договоре написано Да? А я вам напомню, что никакой договор не может стоять Выше закона Я не хочу сказать что-то про закон Конкретно и по факту Все договора, которые были переданы до момента вступления в силу данного закона Что делается? Не знаю, что вы там хотите сблевнуть Не знаю Нет, не знаю А вы только думаете И что же я должен думать? Если договор Если бы Альфа-банк передал Было бы у бабушки прибыль Она была бы девушка Вы бы уже Вы бы получили уведомление Так А так как договоры были переданы до января 17-го года Никто не обязан никого не уведомлять Не было на тот момент такого закона Вы утверждаете Поэтому не надо Не надо думать, что вы умнее всех Вы что, никогда такого не будет? Это я вам рекомендую Никогда не думать, что вы умнее кого-либо Потому что это неправда А вот человек, который думает, что он умнее своего собирая А я не думаю Я не говорю Вы не надо Не рекомендую Я вас оправдываю Да вы что? Вы говорите бред Полный бред Юноша Нужно действовать в соответствии с законом Если вы считаете, что вы действуете по закону Пожалуйста, продолжайте действовать по закону Но от меня будет направлено заявление судебному приставу Именно они регламентируют, контролируют И пресекают незаконную деятельность коллекторов Понятно? Я знаю, что Сентинелл это дочерняя, как вы там ее говорите Внучатая компания Альфа-Банка А не достойнейшего учреждения Так или иначе То, что вы сказали Вы хотели сказать, что закон не имеет обратной силы И то, что было в том году Никаким образом не может быть И то есть вы сейчас можете утверждать, что Если было позапрошлом году Или в прошлом году отношения Тогда и значит можно украинцев привлекать И можно узбеков привлекать В законе написано, что нельзя С другой стороны не привлекать коллекторов А если я в том году заключил договор с банком То меня могут и узбеки, да? Интересоваться моим состоянием финансовым Юноша, очнитесь Абсолютно все Что все? С вами уже все? С вашим уже все? Со мной? Нет Да, со мной с вами все Нет, нет Потому что вы, юноша, работаете на бабской работе Мужчина работает по прошайкой телефонной Да, может быть Может быть Ну так, а что может быть? Вам констатирую факт, дорогой мой А я кого-то деньги прошу для себя? Давайте Так это еще хуже Это еще хуже Попрошайка, который гнет спину на своего хозяина Закосать На примере На каком примере? Давайте Вы когда приходили в банк Вы что делали? Что я делал? Посвятите меня Да, что вы делали? Я взял свои деньги, которые мне принадлежат по праву А, вот это, да? Ваши деньги, которые вам принадлежат То есть вы в банке не попрошайничали А вы думаете, что банк собственным тайлом Сотрудники банка зарабатывают деньги И потом эти деньги раздают, да? Банк это не сосед, который из кармана достал Откуда в банке берутся деньги? Юноша, задумывались вы или нет когда-нибудь? Ну скажите мне Вы задумывались на тем? Я знаю, откуда Откуда, скажите мне В банке берутся деньги? Они проценты и вклады Какой выбор Нет, кредитный портфель любого кредитного учреждения Формируется за счет резервов Центробанка Именно Центробанк выдает Банкам деньги На формирование кредитного портфеля Они выбирают только начальный капитал Что? Что вы сейчас сказали? Имеется ввиду Центробанк выдает только начальный капитал В своем уме, юноша Вот и что Ни одно юрлицо не получит лицензию Центробанка Пока у него не будет того самого начального капитала И не начального, а вставного капитала Регламентируемого, утвержденного Центробанком По-моему, это сейчас счет около 100 миллионов Мне память, если не изменяет Только после этого банк может претендовать на получение лицензии от Центробанка А что дает наличие той самой лицензии от Центробанка? Дает возможность вести банковскую деятельность А что в лицензии написано от Центробанка? Скажите, есть ли там фраза хоть одна, где банк имеет право кредитовать физических лиц? В лицензии Центробанка? Нет, я вам задам другой вопрос Нет, вы сначала ответите на мой вопрос Потому что вы имеете право не платить по своему договору Ни один договор, я вам сказал в начале разговора, юноши Ни один договор не может стоять выше закона Тем более договоры любых банков Подождите, давайте так Любой договор Закон разрешает вам не платить по кредиту Давайте, да, но мы начнем Очень просто 452-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации Любой договор, составленный в большей либо меньшей степени Вопреки действующему законодательству В части пунктов или полностью В суде признается ничтожным Либо незаключенным Что тогда вы бы не признали ничтожным тогда, Алексей Владимирович? Вся почта прописана Но это все-таки просто не получается Дело в том, что Сентинелл не имеет доступа к моей переписке с банком А действует на скандачка, на дурачка называется А вдруг человек испугается И начнет вестись на ваши вот эти вот угрозы Все письма мною отправлены Угрозы? А вам что, угрожаются? Кто-то вам угрожал? Да, ладно, ладно Говорят, верни чужие деньги Да А что вы хотели мне сделать? Сказать, дорогой, давай я за тебя заплачу? Или как вы хотели поступить? Вы же мне собирались уже рассказывать Про судебные издержки наверняка Про то, что вы там будете вынуждены в суд подать и так далее То есть начать нести бред, который Мотивировать должника на оплату Так это в методичках написано, верно? Но так же, угадал? Правильно, угадали Да, вот вы меня мотивировали И каким образом можно грамотного человека мотивировать? И все же, вы меня спросили, я вам ответил, в отличие от вас На основании чего я не плачу На основании 452-го закона Простите, 452-й статьи Гражданского кодекса Российской Федерации Также на основании федерального закона о защите прав потребителей 29-я статья Я запросил у банка документы Расширенную выписку, скрепленную печатью банка, прошитую До получения этих документов На основании закона о защите прав потребителей Именно статьи 29 Я прекратил, приостановил все платежи в банк Имею на это право, на основании вот этого самого закона Пока банк мне не предоставит полностью отчет Я клиент банка И не имеет значения, нет такого статуса Должник, клиент, заемщик, я клиент Градации не существует Проблемный, непроблемный ВИП-клиент не имеет никакого значения, юноша Запомните Вот и все И пока банк мне не предоставит требуемые мною В соответствии с законом документы Где я уточню, посмотрю Приму решение, сколько я заплатил И так далее И потом уже буду думать, платить мне далее Или не платить В банк Значит, мы останавливаемся на следующем На чем? Так как вы обязаны вернуть денежные средства в Альфа-банк Конкретно данную сумму на полное погашение вы Обязаны оплатить не позднее 14 марта Вам напоминают об этом, что вы обязаны вернуть денежные средства Все, до свидания Достойно слился, чувачок По-другому, по-другому По-другому, как мы увидели Такие конкретные ответственные удары И понял, что, блин, непробивная защита у человека И все И свою некомпетентность понял Хорошо, ладно, не признал, не сказал Мы, может, еще и в этой жизни и дождемся Когда будут коллекторы говорить нам Ну, да, переубедил ты меня, там, Герпес Адольфович Иван Иванович Но даже вот это, да Это четко, конкретно было признание косвенное Что ты меня расплющил, Герпес Адольфович Ну, а точнее, там, от имени клиента Герпес Адольфович вступал Вот Друзья мои, как видите Ничего сложного Нет ничего сложного Манипулировали мы с вами всего тремя статьями Всего тремя пунктами закона Закона 29-й, 230-й, простите, федеральный закон Статья 9 О том, что они должны уведомить нас И никаким другим образом Не позволяется им с нами Пытаться в коммуникации входить А именно Вот В нарушении всех вот этих вот моментов Как раз таки в нарушении 9-й Статьи закона 230-го федерального Вот идет сейчас Налаживание коммуникаций Коллекторов с должниками Никто никого ни о чем не уведомляет А я подчеркну Нужно не коллектор уведомить А должен уведомить кредитор Кредитору похер, извините за выражение На все это Он просто разместил на бирже должников И кто взял, тот и работает Они не удосуживаются Там забрать, не забрать Заберут, не заберут его там Постоянную разработку Взыщут, не взыщут, а почему А вот тот самый момент в разговоре Да, слышали? Что банк не свои деньги дает Банк вообще не несет никаких убытков Банк дает воздух А требует настоящие деньги Воздуха всегда везде достаточно И поэтому, если он дал воздух И ему что-то не вернулось То, в принципе, ему дышать от этого хуже не стало Банковский бизнес Это мега прибыльный бизнес То есть это деньги из воздуха Из ничего Еще раз повторю Отдают воздух Забирают у граждан последнее В виде настоящих денег Об этом я часто говорил В своих обращениях Следующая статья 452 Там, конечно, нужно вникать То есть каждая статья закона Она несет некий подтекст Почитайте, поймете Ну и 29-я статья Закон о защите прав потребителей Любой из вас может открыть И посмотреть Это не только банков касается Это и любой сферы услуг касается Что вы имеете право Все документы В какой момент времени Пока вы являетесь клиентом Неограниченное количество раз Получать от лица Оказывающего услуги вам Ну и, конечно же Это все должно делаться бесплатно Понятное дело Что если это не происходит Вы имеете право Не оплачивать эти услуги Вот и все Собственно говоря Вот, пожалуйста Это не сложно Любой из вас сейчас может взять Посмотреть, убедиться И манипулировать этим В этом-то и преимущество нашего канала Что мы даем живые уроки Живые, непосредственно Прям берем И вам преподносим Как это выглядит А не рассказываем Как должно быть А сначала показываем Как это происходит Живую, да Прямой эфир Что называется Горячие новости И потом только комментируем Подписывайтесь на наш канал Узнавайте еще больше Группа ВКонтакте У нас есть в описании ролика Есть ссылочка на нашу группу ВКонтакте Пожалуйста, репост в соцсетях Чем больше людей будет знать о том Что этого ничего не нужно бояться Тем лучше Огромное отдельное спасибо вам За репост в соцсетях Репост это элементарно Вы под видео видите Слово поделиться Под роликом И нажимаете на него Выходит определенное количество Ленточка соцсетей И в которой вы зарегистрированы Вы элементарно Просто ставите отметку Ну или просто ссылку Этого ролика Копируйте И отправляйте Всем своим друзьям знакомым Это у любого другого Которого вам понравится На нашем канале Ну и самое главное Это наши услуги Услуги компании Алям Президентом которой Руководителем бессменным Я являюсь Кузнецовым Дмитрий Евгеньевич Все, что мы для вас Можем сделать Вы можете узнать Узнать Посмотрев Презентацию На нашем сайте Ссылочка на сайт В описании этого ролика Как устроена работа Кредитных юристов Алгоритм работы Что мы для вас делаем Сколько это будет стоить Никаких секретов у нас нет Просто поймете Что для вас будет происходить Какое время Сколько вам придется заплатить А я сразу говорю Это значительно дешевле И намного понятнее Точнее полностью понятно В отличие от того Что вы делаете Когда платите в банк Многие спрашивают Как Если мы в банк Не можем платить Как юристам платить Это намного выгоднее Намного дешевле И вы платите За конкретный Четкий результат Посмотрев видео Все поймете На этом все Я с вами прощаюсь На связи был Кузнецов Дмитрий Герпесу Адольфовичу Отдельное спасибо Всем кто Ценит творчество Герпеса Адольфовича От него отдельный Привет и крепкое Рукопожатие Мужское До свидания Всего вам хорошего Субтитры создавал DimaTorzok